Овации эсэсовцу. Что заставило Зеленского и Трюдо аплодировать нацисту? Заокеанское турне президента Украины Владимира Зеленского ознаменовалось скандалом. Уже неделю во всем мире обсуждают фотографии, на которых Зеленский вместе с премьером Канады Джастином Трюдо рукоплещет 98-летнему эсэсовцу из дивизии СС Галичина, причастной к зверским убийствам мирных граждан во время Второй мировой войны. Канадские власти уже принесли официальные извинения, а спикер палаты общин объявил об отставке. Однако можно ли считать, что инцидент исчерпан? Ведь на повестке остается главный вопрос, почему военный преступник мирно проживает в Канаде и почему он до сих пор не передан правосудию. Как эсэсовец оказался в канадском парламенте? На минувшей неделе украинский лидер посетил США, приняв участие в мероприятиях ООН, а затем направился в Канаду. В Оттаве 22 сентября Зеленского пригласили выступить перед депутатами парламента. На заседание был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили как борца за независимость Украины. Кадры с Зеленским и премьером Канады Джастином Трюдо, аплодирующим Хунке, распространились в сети. А затем стало известно, что ветеран Второй мировой войны вовсе не герой, а бывший эсэсовец. О темном прошлом Хунке сообщил еврейский центр Симона Визенталя. Представители центра возмутились тем, что канадские парламентарии чествовали ветерана нацистской дивизии, который участвовал в геноциде евреев. В момент растущего антисемитизма и искажения сведений о Холокосте чрезвычайное беспокойство вызывает картина, когда канадский парламент стоя аплодирует личностей, состоявшей в подразделении ВАФНСС, нацистском военном формировании, ответственном за убийство евреев и других людей, говорится в заявлении организации. Историю тотчас подхватили СМИ, после чего в Канаде разродился настоящий скандал. Как объясняют ситуацию в Канаде? В парламенте Канады ряд законодателей призвали к отставке спикера Палаты общин Энтони Роте, который пригласил Хунку. Глава канадского МИД Мелани Жоли назвала произошедшее позором для канадцев. Спикер Палаты общин взял на себя все ответственность за приглашение эсэсовца. Он заявил, что не знал о личности Хунки, как и те, кто рукуплескал так называемому герою. Рота принес официальное извинение, однако это не спасло его от отставки. При этом, кто виноват в приглашении Хунки, еще стоит разобраться. Лидер оппозиции Пьер Пуальевр считает, что извиняться должен премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Ведь за выбор гостей отвечала служба протокола премьера. А значит, парламентарии не знали о прошлом Хунки. Трюдо должен лично извиниться и не перекладывать вину на других, как он обычно поступает, заявил Пуальевр. Однако Трюдо к совету Пуальевра не прислушался. Премьер несколько дней хранил молчание, а заговорив, назвал произошедшее ошибкой спикера Палаты общин. Это очень расстраивает, но спикер признал свою ошибку и извинился, сказал Трюдо журналистам. При этом канадский премьер заявил, что из сложившейся ситуации может извлечь выгоду Россия, усилив свою антиукраинскую пропаганду. Ответ Трюдо не устроил канадскую оппозицию, которая считает, что репутация страны пошатнулась и винит в произошедшем премьера. Премьер-министр несет ответственность за самый большой дипломатический конфуз в истории Канады. И что он сделал с этой ответственностью? Он три дня прятался в своем коттедже вместо того, чтобы прийти в Палату общин и взять на себя ответственность, заявил Пуальевр. В итоге Трюдо все же пришлось выступить с официальными извинениями. При этом он заявил, что появление в парламенте эсэсовца оскорбило не только евреев и поляков, но также ЛГБТ-сообщества и инвалидов, которых преследовали нацисты. Премьер-министр Канады также направил по дипломатическим каналам извинения президенту Зеленскому. Стоит отметить, что сам Зеленский хранит молчание по сей день. Что известно о Ярославе Хунке и дивизии эсэс Галичина? В годы Второй мировой войны Ярослав Хунка, также встречается вариант фамилии Гунька, воевал на стороне нацистской Германии. Он служил в первой украинской дивизии, которая также известна как дивизия эсэс Галичина. После войны Хунка жил некоторое время в Великобритании, а затем эмигрировал в Канаду. Галичина была сформирована в 1943 году. В нее входили украинские добровольцы. Дивизия проводила карательные операции на западе Украины, а также в Польше, Словакии и бывшей Югославии. Участники Галичины не только воевали против Красной Армии, но и отметились верствами в отношении евреев, белорусов, поляков и словаков. Летом 1944 года дивизия эсэс была практически полностью уничтожена в сражении под Бродами. После этого ее переформировали и задействовали в Австрии, Словакии и Югославии. Весной 1945 года Галичина вышла из состава войск СС. Она была переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США. После войны участники дивизии некоторое время находились в лагерях для пленных. Запад не выдавал их СССР. В итоге эсэсовцев отпустили, и они разъехались по всему миру. Сегодня на Западе есть немало тех, кто пытается обелить Галичину. Трибунал в Нюрнберге не доказал причастность СС Галичины к военным преступлениям, так что юридических претензий к ним в новых странах не было, сообщает BBC. Примечательно, что в своем материале BBC называет эсэсовцев молодыми воинами и юными добровольцами, которые считали, что будут воевать за независимую Украину вместе с немцами. Правда, наряду с этим BBC все же указывает, что членов дивизии обвиняют в убийстве мирных польских и еврейских граждан. Стоит отметить, что в Украине также распространена точка зрения, что Галичина не является преступной нацистской организацией, поскольку не упоминалась в приговоре Нюрнбергского трибунала. В то же время в тексте приговора осуждается вся эсэс как организация, без деления на составные части. На это, в частности, обращает внимание украинское издание «Страна». Обвинение назвало охранные отряды национал-социалистической рабочей партии Германии, общеизвестные под названием эсэс, в качестве организации, которая должна быть призвана преступной, говорится в приговоре. Трибунал также перечислил структуры, которые входили в состав организации, признанной преступной. Общая эсэс, войска эсэс, соединение эсэс «Мертвая голова» и члены любого рода полицейских служб, которые были членами эсэс. Исключение сделано только для кавалерийских соединений эсэс. Как известно, Галичина входила в состав войск эсэс, то есть как отдельное соединение подпадает под действие приговора трибунала. В его тексте ее название действительно не упоминается, но там не упомянуты и другие военные дивизии эсэс, такие как Дазрайх или Викинг. Однако формулировки приговора этого и не требуют. Преступными объявлены все составные части эсэс, кроме кавалерии, отмечает страна. При этом в индивидуальном порядке не каждый эсэсовец может считаться преступником, говорится в приговоре Нюрнбергского трибунала. Таковыми являются те, кто стал членами этой организации или оставался ее членом, зная, что эта организация используется для совершения действий, определяемых преступными, а также лично замешаны в совершении подобных преступлений. Из списка преступников исключаются лица, призванные в эсэс по мобилизации, таким образом, что они не имели права выбора, а также те, кто не совершал военных преступлений. Тут необходимо напомнить, что формально наголечена была добровольческая дивизия эсэс, поэтому в этом случае исключений быть не может. Как отреагировали в мире? Инцидент в канадском парламенте вызвал широкий резонанс в мире. Правда, официальные лица на Западе в основном предпочли отмолчаться, но не Польша. Заместитель главы польского МИД Аркадио Шмулярчик обвинил Энтони Рота в незнании истории и отсутствии проницательности. Он отметил, что спикер палаты общин Канады скомпрометировал себя и должен уйти в отставку, что позднее Рота и сделал. Посол Польши в Канаде Витальд Дельский потребовал извинений. «Польша — лучший друг Украины, но она никогда не согласится обелить таких злодеев. Как посол Польши в Канаде, я жду извинений», написал дипломат в соцсети «Экс». Министр образования Польши Пшемыслов Чарник написал в соцсети «Экс», что принял меры, направленные на экстрадицию Ярослава Хунки в Польшу. «Ввиду скандальных событий в канадском парламенте, связанных с чествованием участника преступного нацистского формирования СС Галичина в присутствии президента Зеленского, я принял меры по возможной экстрадиции этого человека в Польшу», написал Чарник. Тем временем комиссия по расследованию преступлений против народа и Института национальной памяти Польши уже приступила к поиску доказательств причастности Хунки к убийству около 800 поляков в городе Гута-Пеняцкая. Сразу после получения информации о Ярославе Хунке и приветствии его овациями парламентом Канады и президентом Зеленским, прокурор начал анализ томов дела о преступлениях в Гуте-Пеняцкой, рассказал представитель Института национальной памяти Рафал Лишкевич. Он добавил, что Польша намерена обратиться за правовой помощью к Канаде и Украине. Прокомментировали скандал с Хункой и в Германии. В немецком МИД сообщили, что посол ФРГ присутствовала на чествовании украинского эсэсовца в канадском парламенте. Однако не подозревала о его принадлежности к дивизии эсэс. Послу лишь сообщили, что Хунка воевал с русскими и советской армией. Этот инцидент в канадском парламенте неприемлем, о чем ясно заявило и правительство Канады. Наш посол вместе с коллегами из стран J7 в действительности приняла участие в мероприятии, находясь на трибуне канадского парламента. О присутствии названного вами лица ни ей, ни другим участникам мероприятия заранее не сообщили, заявили в МИД Германии. Пару слов о произошедшем скандале нашлось и у Госдепа США. «Я видел, что канадское правительство заявило, что оно не было в курсе прошлого этого лица и выразило сожаление по этому поводу. Кажется, что это верный шаг», сказал представитель ведомства Мэтью Миллер. На чествование эсэсовца отреагировал белорусский МИД. Ведомстве потребовали извинения от руководства Канады. В Беларуси, где в годы Второй мировой войны погиб каждый третий ее житель, возмущены и глубоко оскорблены кадрами чествования ветерана дивизии эсэс Галичина в палате общин канадского парламента. Убеждены, что такое циничное отношение к памяти тысяч невинных жертв нацизма не случайный инцидент, каким его сейчас пытаются представить организаторы данного шоу, говорится в комментарии. Это своего рода квинтэссенция многолетней последовательной политики властей Канады и ряда стран коллективного запада по укрывательству и обелению нацистских преступников, сознательному попустительству попыткам переписывания истории. На этом фоне в МИД Беларуси назвали неудивительным, что все запросы Минска к властям Канады и содействия в расследовании уголовного дела по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период остаются без ответа. Достаточно вспомнить другого нацистского преступника украинского происхождения, печально известного палача хатыни Владимира Катрюка, который более 60 лет прожил в Канаде и не понес заслуженного наказания, поскольку канадские власти отказали в его выдаче, напомнили в МИД. Белорусская страна требует от международных и общественных организаций, объединений и фондов памяти жертв Второй мировой войны дать надлежащую правовую и моральную оценку инциденту в парламенте Канады. Ждём официальных извинений руководства Канады, заявили в МИД Беларуси. В России обратили внимание на полное отсутствие реакции на скандал в канадском парламенте со стороны западных членов Совета безопасности ООН, США, Великобритании и Франции. Это, конечно, скандал, что западное сообщество, западные постоянные члены Совета безопасности ООН, никак не прореагировали на этот вопиющий факт поддержки неонацизма. «И отказ от официального суждения честования ветерана дивизии СС Галичина со стороны великих держав — это позорное явление, их обличающее», заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила, что власти Канады являются идеологами поддержки бандеровцев. Они находятся в авангарде тех, кто фальсифицирует историю Второй мировой войны. Так называемое «чествование» сопровождалось овациями премьер-министра Трюдо, спикера депутатов палаты общин, приглашенного западного дипкорпуса, включая, что характерно, посла Германии. Все это продолжает вызывать возмущение и осуждение даже среди ближайших союзников Канады. «Конечно, этого никак не ожидали правящие канадские либералы. Я вижу, что все это застигло их врасплох. Сам Трюдо оправдывается, что был как бы не в курсе инициатив спикера, а спикер сразу же покаялся. И теперь вот он уже и не спикер». Команда премьер-министра Канады принялась чистить интернет, чтобы скрыть компрометирующие кадры. Смешные люди. В неведении главы правительства и его правой руки вице-премьера Христи Фриланд, внучке бандеровца Михаила Хомяка, не верится в принципе. То есть они вообще не знали, кому они аплодируют? Как они тогда страной-то управляют? Здесь самое главное другое. Они не просто знали. Они же являются идеологами этой самой компанией поддержки бандеровцев, представителей ООН УПА, дивизии СС Галичина, как непосредственно участников этих преступных структур, так и их последователей. «Они же спонсируют все эти структуры в их современном обличии в Украине», подчеркнул официальный представитель МИД РФ. «Они, власти Канады, знали, что делают. Они делали это много лет. Просто в этот раз переусердствовали в русофобии. Они оскорбили не только нас, что делают регулярно, но и оскорбили память жертв Холокоста, антипольского массового террора. Хотя мы не понимаем, почему, когда чествование происходит на территории Украины, этой же самой дивизии СС Галичина и бандеровцев, почему тогда не оскорбляется память жертв Холокоста», задала вопрос Захарова. Она напомнила, что в Канаде после войны пригрели многих из уцелевших украинских пособников гитлеровской Германии. «Сегодня Канада, как известно, находится в авангарде тех, кто на Западе активно фальсифицирует историю Второй мировой войны», указала официальный представитель МИД РФ. Госдума России 26 сентября приняла заявление, в котором потребовала судебного разбирательства по факту чествования украинского эсэсовца. В Госдуме констатировали, об истинных симпатиях канадских властей, направляемых из Вашингтона и Брюсселя, свидетельствует тот факт, что профашистская церемония без всякого стеснения транслировалась в канадских средствах массовой информации. И только волна критики и протестов по всему миру вынудила организаторов этой акции попытаться сохранить лицо. Нелепые оправдания спикера Нижней Палаты Парламента и премьер-министра Канады со ссылкой на недостаток информации в отношении Ярослава Хунки не выдерживают никакой критики, подчеркивается в заявлении. Депутаты Государственной Думы рассматривают произошедшее вопиющее событие не как случайность, а как очередной шаг в целенаправленном, выверенном курсе Канады и Запада в целом на переписывание истории в угоду политической конъюнктуре. Становится совершенно очевидным, почему в течение длительного времени Канада и целый ряд других западных стран, а также примкнувшая к ним Украина, не поддерживают антифашистские резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которые запрещают героизацию нацизма и за который голосует подавляющее большинство стран мира. Российский посол Ватави Олег Степанов сообщил, что Россия рассматривает возможность направить запрос на экстрадицию украинского нациста. Россия изучает историю с Хункой, возможно открытие уголовного дела и последующее направление запроса на его экстрадицию, заявил Степанов. Скандал в канадском парламенте комментируют не только официальные лица. Так, американский бизнесмен Илон Маск поставил под сомнение обвинение о трудов в пропаганде и дезинформации, адресованной России. «Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией», написал Маск в соцсети «Экс». Американский актер Роб Шнайдер отказался ехать в Канаду из-за чествования там нациста. Тирания в отношении мирных демонстрантов-дальнобойщиков кажется мелочью. По сравнению с этим презренным и возмутительным актом, чествование одного из нацистских солдат СС Адольфа Гитлера канадским парламентом, заявил актер. Что говорят эксперты? Скандал с Ярославом Хункой может иметь последствия для Киева, считают эксперты. Но это в частности обращает внимание научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский. Думаю, эта громкая история станет хорошим аргументом для тех сил в странах Запада, которые выступают против постоянных трат на помощь Украине, включая военную. Да, такие скандалы влияют на общественное мнение. Именно этого сейчас и опасаются в Киеве. Там боятся, что история подогревается на Западе с целью сменить Зеленского на какого-то более удобного политика. Хотя на это пока ничего не указывает. Скорее на стремление сделать его более управляемым, отметил Олег Неменский в беседе с РТ. Похожей точки зрения придерживается кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений России Павел Фельдман. По его словам, западные политики прекрасно осведомлены нацистской подноготной киевских властей. Само по себе это никого не удивляет. Однако, публичное обсуждение подобных тем затруднит дальнейшее позиционирование Киева в качестве жертвы. Вряд ли кто-то поверит, что неонацисты могут быть объектами чьей-то агрессии. Так что, такие случаи, как скандал вокруг Хунки, могут иметь и отдаленные политические последствия, особенно, если они будут повторяться, подытожил эксперт. Версия канадских властей не выдерживает никакой критики, считает эксперт финансового университета при правительстве России Денис Денисов. В современном мире существует множество способов выяснения личности, особенно если речь идет о почетном госте на заседании парламента. Другое дело, что эта ситуация многое может сказать о степени дальновидности ведущих политиков Канады. Эту очевидную странную инициативу положительно воспримет только часть украинцев. Для многих других она все равно неприемлема, сказал эксперт в беседе с «Известиями». Американист Дмитрий Дробницкий считает, что присутствие эсэсовцев в канадском парламенте рассчитано на огромную украинскую диаспору в Канаде, а также на популяризацию выступления Зеленского и на заигрывание с националистически настроенными украинцами. В Канаде после Второй мировой войны нашли пристанище самые разные отъявленные негодяи Третьего рейха. Боссы бежали в Южную Америку, а руководители и рядовый рангом пониже в Канаду, рассказал Дробницкий в интервью изданию «Взгляд». И все-таки ранее Канада как-то не афишировала работу с этим контингентом. Все было более скромно, а сейчас использовала нациста для встреч на высшем уровне, указал эксперт. Этим могут воспользоваться республиканцы в США в рамках своей предвыборной борьбы. Они попытаются вывести скандал в более широкое поле. Вероятно, сейчас они думают, как обратить произошедшее для получения как можно больших предвыборных дивидендов перед стартом президентской гонки. Тем более, что в самой Украине дивизия не запрещена. Там регулярно проходят посвященные ей акции памяти, отмечает аналитик. Как добавляет российский политолог Владимир Корнилов, руководство Канады пытается задним числом оправдаться за честование украинского нациста. Уверен, что в парламенте прекрасно понимали, кого приглашают на сцену. Они готовы оправдывать любых преступников, обилять нацистов, лишь бы бороться против нашей страны, заключил эксперт. Украинское издание «Страна» на этот счет отмечает, что на Западе и особенно в США отношение к украинскому национализму терпимое по двум причинам. Во-первых, его воспринимали как необходимый элемент для борьбы с Россией и тем более воспринимают его таким сейчас, во время конфликта. Во-вторых, из-за большого влияния представители украинской диаспоры на определение политики Вашингтона по отношению к Украине. Однако, когда националистические темы выходят за пределы страны, переставая быть для внутреннего потребления, реакция, как показал скандал в канадском парламенте, может быть жесткой. При этом в Украине сейчас идет очевидный рост влияния националистов и ультраправых, сформированные на базе их организаций подразделения, например, Азова, одни из самых известных, активных и медийно раскручиваемых. И после окончания нынешнего конфликта идеологический диссонанс между Западом и Украиной может стать одной из проблем в отношениях Киева с западными союзниками, особенно с учетом стремления Украины вступить в ЕС.